Магистральный водопровод готов на все сто. В селах у прутах Инчешского района закончили строительство главной трубы. Чиновники говорят, что к концу года рядом с каждой деревней будет стоять резервуар с питьевой водой. Оттуда уже можно будет прокладывать водовод к каждому дому. Масштабный проект по водоснабжению сел в пойме прута возобновили в начале этого года, после визита премьер-министра района Кику в этот регион. За последние месяцы достроили магистральный водопровод. И станция очистки воды на последнем этапе подготовки. Уже завезли материалы, которыми будут очищать воду. Уголь и кварц. Воду будут качать из реки прут. Для этого еще должны сконструировать водосборную систему. Водопровод от реки к станции очистки воды уже есть. А рядом с селами уже построили насосные станции и установили резервуары. Власти обещают, что до конца 2020 года в этих цистернах будет питьевая вода. Каждая цистерна вмещает 350 кубометров. Воду отсюда будут получать три села – Котул-Морий, Сыротены и Леушены. Чтобы вода попала в село, нужно еще построить внутреннюю водопроводную сеть. А пока воду из резервуаров планируют возить в село на транспорте. Примар села Обелены говорит, что даже такой вариант – спасение для них. Примар говорит, что вода из резервуаров будет платной – 15-20 леев за кубометр. А сейчас сельчане покупают привозную воду по 100 леев. Мария Жук переехала в новое село Котул-Морий 10 лет назад, после того, как ее дом разрушило наводнение. Говорит, в предыдущие годы в хозяйстве использовала дождевую воду. А в этом году осадков нет. Ее бассейн пустой. Женщина носит воду из общего колодца. Женщина надеется, что со временем удастся провести водопровод до самого дома. А пока здесь такая система. В проект по водоснабжению включили 11 сел у прута с населением 20 тысяч человек. Деньги – 74 миллиона леев – выделили из бюджета Национального экологического фонда и Агентства регионального развития.